Мы сейчас говорили о информации о том, как происходит сейчас отправка завербованных на территории Украины, на временно оккупированные территории. Сейчас они там проходят определенные подготовки и за ними, за всеми следит комендантские роты. Вот скажите, эти комендантские роты, это по сути те же заградотряды, что и на фронте, только с другим названием? И есть ли информация, какому количеству заключенных все же удавалось, возможно, прорваться через эти комендантские роты, сбежать? И в целом, есть ли место дезертирства среди завербованных зэков, которые столкнулись с жестокой реальностью, а не с романтикой на войне? Это очень сложные и большие вопросы. Ну, вот смотрите, с 1 февраля официально ЧВК «Вагнер» не вербует заключенных в зонах. Этим занимается Министерство обороны. Но вот тут как раз и встает вопрос о комендантских ротах. Дело в том, что Министерство обороны не может справиться именно с заключенными, поскольку никакого опыта у них нет. ЧВК «Вагнер» понятно, там много бывших заключенных, собственно, сам Пригожин с большим тюремным опытом, там не было этой проблемы. Хотя были заградотряды и остаются заградотряды. А когда Министерство обороны стало заниматься вербовкой с 1 февраля, уже в начале марта мы увидели, что заключенные сразу же втягиваются в конфликты, в бунты. Поскольку, ну, сами себе представьте, что выходит ими командовать какой-нибудь молодой лейтенант после училища, а это, в общем, серьезный контингент. Это взрослые мужчины, там, 35-55 лет, с тремя, четырьмя, пятью ходками за плечами, с большими тюремными навыками и с полным отсутствием навыков военных. И сразу же ИВС остались последние изоляторы временного содержания на оккупированных территориях, потому что вы знаете прекрасно, да, что и СИЗО на оккупированных территориях, и колонии на оккупированных территориях, они все под завязку забиты и пленными, и военно-пленными, и гражданскими похищенными, и просто людьми, которые сопротивляются оккупации. И осталось только ИВС, изолятор временного содержания, и эту проблему надо было как-то решать. И Министерство обороны решило пока ее таким двояким способом. С одной стороны, они стали просто передавать заключенных, которые подписали контракт с Министерством обороны, они стали передавать их в ЧВК, чтобы они воевали, и там с ними умеют обращаться. С другой стороны, как раз были созданы вот эти самые комендантские роты, которые выполняют функцию не сколько заградотряда, сколько функцию взаимодействия с заключенными. Они комплектованы прежде всего сотрудниками пенитенциарной системы российской. Вообще сотрудников пенитенциарной системы в оккупированных территориях очень и очень много. Вы знаете, зоны сейчас российские освобождаются, заключенных всех отправляют на фронт, и в апреле мы видели рекордные совершенно цифры. Это больше, чем в самые урожайные месяцы Вагнера. Месяц обороны смогло забрать на фронт, и они не могут с ними управиться, они не могут их как-то переварить. И поэтому сотрудники ФСИН, а их теперь в избытке в России, ученых-то стало зоны меньше и меньше, их отправляют на оккупированные территории. И мы с вами знаем прекрасно, когда происходит деоккупация, освобождение, например, Изюма или освобождение Херсона, мы с вами видим пыточные, мы с вами видим новые тюрьмы, и их обустраивают именно сотрудники ФСИН. И мы видим сейчас, что на оккупированных территориях тоже работают сотрудники ФСИН. Именно российского ФСИН, и вот именно они сейчас тоже пытаются командовать заключенными, в том числе в Запорожской области. И давайте еще обсудим информацию от журналистов, которые обнаружили уже семь кладбищ ЧВК Вагнер, на которых захоронено около тысячи человек. Недавно секретное кладбище Вагнера нашли в глухом селе под Самарой. Родственники, как утверждают журналисты, даже не знали о том, что их близкие погибли. Ольга Евгеньевна, что скажете о таком отношении? Ведь, наверное, и удивительного ничего нет. Никто, наверное, и не обещал, что будет какое-то уважение. А вообще, конечно, ничего удивительного. А самое главное, что вот что-что, а вот это согласно воле усопшего. Да, поскольку в самом начале вербовки ЧВК Вагнер заключенные подписывали самые фантазийные документы, включая документы, что они хотят поступить добровольно в ряды милиции ДНР. И их можно было отбить. Мы отбили за лето, но несколько десятков заключенных от мобилизации. То есть уже не спрашивая их, мы не спрашивали их согласия, мы действовали с согласия с волей родственников. Они очень быстро это прекратили. Сделали очень просто. Заключенные стали подписывать главную бумагу. Я, Иванов Иван Иванович, запрещаю делиться своей личной информацией с кем бы то ни было, включая родственников и адвокатов. Все. Если он убит, простите, бумага действует. Зачем родственникам сообщать? Иванов Иван Иванович распорядился не говорить. Да. Хитро. Да. Ольга Евгеньевна, хорошо. Большие потери, которые понесли ЧВК Вагнера. Зэки гибнут десятками тысяч, заключенные остаются неизвестными, пропавшими без вести, их хоронят где-то непонятно, потом находятся эти кладбища. Неужели эта молва не дошла до российских колоний? Откуда такое желание все-таки идти сейчас на эту войну? Дошла, дошла. Во-первых, русская рулетка с полным барабаном, любимая русская игра. Во-вторых, вы знаете, мне кажется, мне все объяснил один заключенный, мы с ним уже проговорили, все равно через Рославской области, я пыталась его отговорить. И он, в конце концов, объяснил мне очень просто свое желание. Хотя вот они не распропагандированы, они все понимают. Там другое. И мне сказали, да вот смотри, ты же знаешь прекрасно, что нет никакой ресоциализации, нет никакой там помощи после отсидки, нет ничего, нет никакого института пробации, естественно, ничего нет. Говорит, ну я выйду. Дома нет и не будет, семьи нет и не будет, никто не ждет, никому не нужен. Работы нет и не будет, и я за год сопьюсь, а скорее всего сколюсь с дешевым героином. Или вернусь опять вот сюда, я никому не нужен. А тут мне говорят, ты нужен, ты на свободе никто, ты здесь никто, а у нас-то механика, бронемашины. Я нужен. Говорит, ну ты же попадешь под поле. Говорит, ну и что, так-то я сколюсь, а тут я нужен. Вот это вот чувство впервые обретенное, оно, конечно, абсолютно моральное, оно совершенно ужасное, что человек себя ощущает нужным только на войне.